здравствуйте дорогие он и третий раз попытался поздороваться на его снова выключил хост здравствуйте дорогие друзья мы снова вас приветствуем на нашем канале клуба авторской песни там за сегодня утром у нас случилась премьера нового мероприятия думаю мероприятие прошло удачно будут проводиться на регулярной основе но настало время нашего традиционного субботнего концерта когда мы приглашаем людей известных людей которые сделали большой вклад в развитие жанра авторской песни людей которых приятно слушать людей которых много видели много знают и с радостью с вами это этим делятся сегодня я вам представляю участника там за то есть не знаю очень-очень-очень очень-очень-очень но практически вот самого начала арела марина меланет была станции но наверное где-то посередине присоединилась но когда она присоединилась на самом деле стало непонятно как без нее там засуществовала потому что арела принесла свои замечательные стихи свои замечательные песни свою замечательную музыку и кроме того привела очень много людей которые вот как бы познакомились к вам там за именно через арела перед тем как передавать передать ей микрофон я напомню что вот на фейсбуке в посте анонсе этого концерта есть строчка пайпала через которые можно поддержать нашего артиста это будет со мной приятный очень даже хорошо и пожалуйста арела я передаю тебе микрофон он в твоем распоряжении на ближайшее время одно маленькое дополнение также есть сбор и лес да да также на там где вот на там где на сайте там точку ком есть сбор средств которые тоже пойдут в фонд этого концерта да и вот передаю микрофон спасибо там где я как раз себя чувствую этим сыном полка потому что я как бы нашла теплое уютное место в которую которую мне клёво с вами ребята спасибо вот идея этого концерта принадлежит миши и если он будет встревать задавать вопросы и так далее то он сколько угодно а это была строка из песни с которой я начну на стихотворение константа галчинского если у меня было 11 шляп ну а речь пойдет поскольку мне этих шляп значительно больше 11 музыка моя если бы у меня 11 шляп первую чтобы не пылилась я положил бы в шкаф а вторую побочек переслал в пакете всячески безделушки свалила бы в третью а 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 четвертую применил для магических фокусов и тому подобное пятое масло сыр прикрывать было бы удобнее дал я двиги бы шестую а седьмую бы повесил а пусть не тряплется в пустую пусть не тряплется в пустую а а а а из восьмой бы получился а абазурчик славный а в девятой кольни ежик тварь другая бы жила в ней для десятой применения регулярной ещеh correy неизма сли а и íssер �етач Потому что одна знакомая поэтесса сказала Эта голова не для шляп Это монументальная голова Если бы у меня было 11 шляп Можно включать микрофон и аплодировать Нас очень поддержат Спасибо Мишина идея была, чтобы я все шляпы как-то обозначила Я их села перечислять Оказалось, больше 11 Но некоторые из них я себе закавычила И первая шляпа, которая... Вообще, наверное, первая шляпа Это просто исполнение любимых чужих песен И в Харькове я довольно долго... То есть Юлия Кима я просто пела всего целиком Все, что попадалось, я и пела И я спою песню Юлия Кима, но на стихи Юлия Даниэля И на этой секторе есть много разных вариантов музыкальных И у Турьянского довольно похоже Я спою юношеский вариант Юлия Кима Он мне очень понравится Сердце с домом Сердце с долгом разлучается Сердце бедное у зависти в руках Только гляну, как цыгайки закачаются На высоких сбитых на бок каблуках И откуда, откуда птицы смуглые И с какой такой неведомой доли И какие вас кивитки, водки утлые До московских тротуаров донесли Отвечают мне цыганки Юбки пестрые Без свой век мы к вольной воле держим путь Если хочешь, мы твоими станем сестрами Только все, что было, не было, забудь Отвечаю я, цыганка Мне так по сердцу К вольной воле заповедренные пути Но не кинуться, не двинуться, не броситься Видно, крепкая привязан к ней уйти И идут, плывут, звенят и не кончаются Речи смутные, как небыло в оках И идут, звенят, цыганки И качаются на высоких сбитых лавах Кавлука Кстати, хочу еще раз напомнить, что во все 11 шляп можно положить благодарность Спасибо, Мишка А потом я вдруг вспомнила, почему бы людям не рассказать Что гитару в руки я взяла лет 9 Мой маленький приятель принес в дом семиструнную гитару И запела я на ней Высоцкого И чтобы вы себе так представили Ребенка, девочку Вообще девочки особенно любят петь хулиганские песни в школе Некоторые этим потом продолжают заниматься всю жизнь А не только глубокая лирика, как я это всегда про себя думала Пока вот не вспомнишь, не возьмешь в руки семиструнку Вот, и эта первая песня была такая Это песня про русского духа Да, потом, когда я стала преподавать гитару Уже даже не в Харькове, а в Маледу Мим пришел ко мне человек Оси Эдельсон Было ему лет 8, и он мне запел Не хватайтесь за чужие талии Вырвавшись из рук своих подруг Это было очень трогательно Я поняла, каково было людям меня тогда слушать Ну и на достоинства говорят целебные А я решил попробовать бутылку взял, открыл Вдруг оттуда вылезло что-то непотребное Может быть, зеленый змей, а может, крокодил Но если я чего решил, так выпьюш обязательно Хоть к этим шуткам отношусь очень отрицательно Оно зеленое, пахучее, а противное Прыгала по комнате, ходила ходуном А потом послышалась пение заунывное И видение оказалось грубым мужиком Но если я чего решил, так выпьюш обязательно Хоть к этим шуткам отношусь очень отрицательно Если б было у меня времени, хотя бы час Я бы дворника позвал с метлами А тут вспомнил детский детектив старика Хатавыча И спросил товарищ Ибн, как тебя зовут Ведь ежи я че решил, ну понятно ж, выпью обязательно Хоть к этим шуткам отношусь очень отрицательно Так что хитрость говорю, брось свою Иудину Прям значит отвечай, кто тебя послал И кто загнал тебя сюда, в винную посудину И от кого скрывался ты, и чего скрывал Тут мужик поклоны бьет, отвечает вежливо Я не вор, я не шпион, я вообще-то дух И за свободу, за свою, захотите, ежели вы И забью для вас любого, может, даже двух Тут я понял, этот жин, он же может многое Он же может мне сказать в раз золочу Ваше предложение, говорю, убогое Может, будем послепить, а я вина хочу Ну а после чудеса меня по такому залучаню А я до небес дворец хочу, ты на то и без А он, а мы таким делам, говорить, вовсе не обучены И кроме мордобития, ну никаких чудес Врешь, кричу, шалишь, кричу Ну и дух в амбицию Стукнул раз, специалист, видно по нему Ну я, конечно, побежал, позвонил в милицию Убивают, говорю, прямо на дому Вот они подъехали, показали аспиду Супротив милиции он ничего не смог Вылили болезного, руки ему за спину И с размаху кинули черный воронок Что с ним стало, может быть, он в тюряге мается Ну чем в бутылке, пусть уже в бутырке посидит Ну а может он теперь боксом занимается Если будет выступать, я пойду смотреть Вот такая семиструна Вот, а вторая шляпа, где-то лет 16 я начала сочинять музыку на чужие стихи Да, причем сначала я всего этого даже сыграть не могла И моя учительница это играла на виолончели Вот, а потом как-то вот на семистроночке Все постепенно стало подбирать И выходить к людям И в клуб бардовской песни Но сейчас я спою песни, которые еще на Тамзе не звучали Вот пара песен на стихи Алекса Габриэля Поэт из Бостона Совершенно замечательный Там со звуком нормально Наташа, как там? Кивни, да? Да, нормально Осень двух континентов Занты забудем, покровы сбросим Продлим огонью до гонца Ах, осень, осень, твой свет не сносим И неподвижен, как взор слепца Пытайся вспомнить, откуда шел ты Зачем, куда, из такой страны Из ста цветов нам достался желтый Цвета другие упразднены Ищите Бога Ни в дебрях блога Насквозь просвечен Дверной пройдет Ещё немного Совсем немного И это станет Вчерашним днём Для всех приверженцев Спорт режима Для всех, кто с тонной хандрой дружил Ты снова осень Непостижима Как жизнь на Марсе Как дыр булщил Девчонка в парке читает Обе с обложки Смотрит морской пейзаж Шизофренический ртутный стол Берёт рекорды на бородаж Два континента попали в сети Справорил магию Иван-Хаттаб В индейском лете и бабьем лете Найди отличия Одно хотя Похожих путок Дубна и суха Близки Торонто И Геленджи Всё в этой жизни Не так уж плохо Набрось улыбку На скорбный лифт Звучала бочна Золотая осень В альбоме года Строчилась санель Ах, осень, осень Твой свет не сносит Но без него нам Не выжить нет Вот Вот Чё одна У нас ещё одна петенка На стихе Алекса Габриэля Тире разделяет даты Не зная гнева Ничто для тире Ни боль Ни земная слава Зелёная зреет плесень На цифрах слева Покуда ещё не ясно Покуда ещё не ясно Что будет справа Всё проще И всё банальные слова Припева Всё горше и драгоценнее Дней отрава Тире бесконечно длинно При взгляде слева И кажется малой точкой При взгляде справа Подъём всё труднее И круче И день короче Надежды ушли Взамен Появились знаки И всё Что у нас осталось Лишь тонкий прочер Тире Заострённый луч В кромешном мраке Всё проще И всё банальные Слова припева Всё горше И драгоценнее Дней отрава Тире бесконечно Длинно При взгляде слева И кажется малой точкой При взгляде справа Вот такой Алекс Габриель Я не всех авторов буду, наверное, петь Потому что многие довольно часто звучали на стихи Вадима Левина я часто пела на стихи Юлия Кима Вот поэтому Ну игоря Бяльского я не могу не спеть Тем более, что это стихотворение он посвятил мне И это большой подарок А посвятил, потому что мы с ним гуляли с собаками Вот И трепались вечером поздно И он вдруг сказал Небо летит Во тьму Звёзды летят во тьму В небо летит рассвет Я сказала, Горюша, это же песня Ты напиши, ты допиши Он сказал, я напишу, я тебе посвящу А потом они с Юлием Кимом написали Мюзикл Такой мюзикл Время складывать камни И там есть зонги на стихи В основном на стихи Игоря Бянская Вот эта вот зонка Вообще, это должны петь мужчины хором И строить храм Каждому дал Господь Выбрать себе свой путь И если тебе дано Выберешь что-нибудь Можешь в сады сажать Или дрова колоть Волен молоть зерно И чепуху молоть Но наступает час И создает нас Складывать, складывать, складывать Складывать камни Время свое всему Зареве зим и лет Звезды летят по тьму В небо летит рассвет Запад, любви, восток Ты ласкай подруг Свой отпевая берег Свой воспевая круг Но наступает миг И наступает срок Складывать, складывать, складывать Камни Камень за камнем ряд Тянется по стене Рядом с тобою, брат Все времена по мне Радости ли во мгле Камень на камень Вы здесь на своей земле Все времена сошлись Время складывать камни Время складывать камни Складывать, складывать, складывать Время складывать камни, время Складывать камни, складывать, складывать Камни Есть первый комментарий От Стеллы Цейтлин Спасибо, Ариала, всегда, как всегда, прекрасно Спасибо, спасибо Ну, еще, наверное, Игоря спою У меня почти два диска было на стихе Игоря Дальского И даже какой-то клип я пыталась записать И даже пела А может быть, ты поставишь тот клип Один раз песня на стихе Игоря Дальского звучала в Кнесете Это была удивительная и фантастическая, в общем-то, история Сначала пригласили Юлия Акима Он сообщил, что петь он на иврите не будет А по-русски его не поймут И вообще он улетал в Москву И вообще этим занималась Инна Винярская Которая, в общем, как бы русская тусовка в Иерусалиме Была как бы под ее таким материнским крылом И поскольку я все время пела про Иерусалим То у них оставалась еще я И вот Инна перевела эту песню частично на иврит Было безумно страшно В зале было всего три человека своих Это Игоря Дальского, жена и Инна Вот, но когда я начала петь, я начала по-русски То несколько человек из середины зала Стали вот так вот оглядываться гордо Это означало, что они понимают русский язык Не то, что это были мои близкие друзья или кто-нибудь Но самое поразительное было потом Когда мы оттуда вышли И Игорь потерялся вместе с машиной Вот это была история байка Потому что мы полчаса его ждали Оказывается, он все это время колесил по стоянке Кнесета Я не буду повторять, что он сказал, когда он оттуда выехал Но я успела перепугаться насмерть Что он там сгинул, пропал Что он оттуда никогда не выйдет А его жена оставила совершенно спокойно Она узнала, что все, приедет Но что должно было случиться с этой стоянкой После того, что ей пожелал Игоря Но не случилось все-таки как-то Вот он же ж поэт Ну что, может поставишь Клип, который из них? Я возвращаюсь в Иерусалим на стихи Бярского Там иврит тоже есть А я передохну чуть-чуть Это он который здесь по счету идет? По счету Называется Я возвращаюсь в Иерусалим Я тебе название же там везде писала По-моему, я уже сама могла бы Там есть танго Есть проект 70 Есть осень Есть 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 Сейчас посмотрю Нашел Сейчас запущу Сейчас запущу Есть Это было со мною Или нет Не со мною Или крымское лето Звенело струною Ни за что Ни за что Не ручаюсь Я возвращаюсь Я возвращаюсь Я возвращаюсь В Иерусалим 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 А теперь А теперь я так и не успела А теперь неизвестно Когда запишу И когда Да И деньги на это нужны И все И жизнь другая И студия свободная И записать диск 11 шляп Есть совершенно замечательный поэт Аркадий Сигал Живущий в Израиле Вообще есть много Замечательных поэтов Вот И на его стихе У меня появилась одна песенка Такая Никогда еще вслух ее не пела Это премьера считаете Правила боя Трижды переспросив Заучив наизусть ключевые слова Входишь в пике на пике неслабых сил И начинаешь медленно осознавать Что эта игра не стоит ни то что свеч Не стоит даже ответа Ни нет ни да Гора как платочек Молча спадает с плеч Идет к Магомету Или еще куда И ты распрямляешься И закрываешь миры Уже засыпая Листая сто лет без сна И в это мгновение Ты больше не хрен с горы Поскольку не ты с нее А она с тебя А дальше мираж Распадется на ми и раж По прихоти музыки Отъезжающих крыш И когда твой последний раз Придется на раз Гора сойдется с горой Гора сойдется с горой И родить себя маш Вот такая песенка Так конечно лучше бы на стихии Аркаши Больше песен хороших крат Игорь Двалутин пишет Ариэла классное исполнение Прекрасное сочетание гитары голоса и артистизма У вас есть видео на ютубе? Спасибо В ютубе полно Да надо в поиск Конечно они все равноценные Но просто завести в поиск Лучше Ариэла Марина Или Марина Галанова Все есть И еще автор Которого я не могу не спеть Хотя уже давно не пишу на ее стихи У меня где-то диско 3 было на ее стихи Ларина Дымова Удивительная поэтесса и хулиганка и лирик И все что хотите Сейчас я спою хулиганские песни Которые когда-то Дима Киммельфельта крестил Еврейские дамские народные песни Еврейские понятно почему Как бы мы обе из Иерусалима Дамские потому что у Ларины была такая целая серия И мы в общем по первой строке решали К какому народу эти дамские песни принадлежат Вот например Еврейская Скандинавская еврейская народная дамская песня А почему никто не знает Может вы догадаетесь почему Девушка с рыжими-рыжими косами Долго мурыжила парня вопросами Любит ли деток он что ему нравится Как он относится к рыжим красавицам Ах Парень с глазами портвейном согретыми Ставил в тупик эту деву ответами Мол обожает он матчи хоккейные Ах Мол ненавидит он склоки семейные Ах И разошлись в обоюдном тумане Две корабелы в людском океане Без удивления Без сожаления Ах Каждый остался при собственном мнении Ах Ах Ну как вы поняли Очень скандинавская песня Кто догадается почему Такой выбор По рыжим косам Умница Что значит И по хоккею Конечно И по хоккею Да А другая Вот еврейско-народная дамская Итальянская Кому-то ее обещала спеть Да У тебя ее Тысячу лет не пела Совершу Да А как она появилась Я просто Мы в отпуск никак не уезжали Увидела в витрине белой босоножки Позвонила Ларине Говорю Белой босоножки Видела в витрине Поехали в Италию Она сказала Сейчас Через полчаса звонит Читает стихотворение Я говорю Продиктуй Говорю Сейчас Через полчаса звоню И пою ей по телефону следующее Совершу Аномалию И поеду в Италию Заведу там любовника Непременно в Италии Я Ни в Париже Ни в Анталию Ни на Кипре Ни в Грецию Ни на Кипре Непременно в Италию Ни в Венецию Я в гондоле таинственной Околдую Виталия Мне любимой единственной Пусть он купит сандалии Или белые лодочки И изящную сумочку Чтобы пряжки Чтобы пряжки Кнопочки И каблук В виде рюмочки Ни в Париже Ни в Анталию Ни на Кипре Ни в Грецию Ни на Кипре Непременно в Италию Непременно в Венецию Я покину Я покину Италию И забуду В Италия Оно Станутся лодочки Или может сандалии Или может сандалии С пряжечками И кнопочками И хор гондольеров Поет Ни в Париже Ни в Анталию Ни на Кипре Ни в Грецию Непременно в Италию Непременно в Венецию Оно 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 В общем есть люди которые заканчивают эту песню на итальянском языке Вот я пока еще не знаю этого итальянского языка Вот Прошли годы Смеркалось И вдруг я неожиданно для организма начала писать стихи Вообще я была в разлуке с Иерусалимом Я работала целую неделю в Днепропетровске И ужасно тосковала Ужа Во-первых там холодно было Еще и все И одежда там осталась Не долетела В общем все как-то сложилось вместе И вот я сидела читала псалмы Давида И вдруг И вдруг у меня текст стал звучать в голове И как-то дальше пошло Ларина обреченно сказала Что больше не буду читать песни на ее стихи Вообще людей А буду на свои Ну вот из Давнишнее стихотворение Когда в ней не было Ни вот этого электро Как это Биологически чистый камин Да А было такое стихотворение Из другой квартиры И удивительная жизнь И дом с камином Подземный сад Цветущий день И цвет Карминный Карманный Рай Там на удачу Дом зеленый Как будто сон Как будто счастьем Опаленный Все неотчетливо Как в призрачном альбоме На склоне На склоне дня Я не описывала Такой дом Такой дом Ну и вот Когда я буду большая Запишу новый диск Который Наверное Будет называться Когда не кончится июль Вообще не кончится Вот песни Песни Времени Которые Которые Премьеры Которые 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 Времени Может Времени Может Времени Может Времени Времени Чтобы Ещё Спеть Надо Унять Мить Чтобы Ещё Быть Надо Хотеть Плыть Завтра Среда Среда Или Четверг Вот четверг, четверг, день не померк, вот фейерверк, вспыхнет в реке вода. День не померк, вот фейерверк, вспыхнет в реке вода. Мне было безумно тяжелое время, и я очень благодарна всем, кто меня поддержал. В основном эти были ребята из ТАБЗа, и Макс, и Володимов, Шитц, и Мишка Котлунов, и все, кто знал, что происходит. Ну, без подробностей. А вот, самоподобие. Несколько комментариев, во-первых. Так, тут пишет Андрей Яненко. Пишет, Ариэлла, добрый вечер, благодарю вас за душевные песни, красивое детальное исполнение, желаю новых успехов. Спасибо. А Виктория Рыскина пишет, влюбились всей семьей. А Ирина Якубовская пишет, а будет по бездорожью? Опа, Ирина Якубовская, это та шляпа, которую я как бы не собиралась сегодня вспоминать, думала, на день рождения. Вот придется вспомнить. Был такой дивный, мне текст надо будет искать, когда ты будешь вставить клип, но не прям сейчас. Я пока... То есть, моя первая работа была преподавать гитару в разных местах, и в Харькове был, и остался в моей памяти, остался всю жизнь мне и тем, кто в нем был, детский клуб «Товарищ гитара». Потому что романтика била ключом, я считал, что «Товарищ гитара» это очень правильное название, хотя люди мне объясняли, что это не совсем так. Люди были мне не намного младше. Здесь присутствует «Кормит» Аира Якубовская, тоже из этого клуба «Товарищ гитары». И, в общем, я счастлива, ребят, что вы есть, вот, и что мы друзья. Ну вот, значит, надо будет потом вспомнить про «Побездорожье». А сейчас последняя песенка, как же это звучит. Ну вот и лето, или осень, или ладно. Мы долго ждали возле дома у парадной, Чтобы зеленые тут появились сами, Чтобы, наконец, чтобы, наконец, Сами с усами пришел и шаг. Идет верблюд и бегут мгновенья, А темы вечные, но до самозабвенья. А новых блюд приправы ждут и спылут в жару. Кого спасут, кого найдут, Кто за гитару? Мой ослик полночи идет, ему не имется, Чужой козел всегда и снова перебьется. А там, смотри, взлетают в небо блестки, Ведь нет больше времени, Нет больше времени стоять на перекрестке. Ну вот и лето, или осень, или ладно. Мы долго ждали возле дома у парадной, Чтобы зеленые тут появились сами, Чтобы, наконец, чтобы, наконец, Сами с усами. Вот всегда, когда премьера, я пою совершенно не то, что придумала. Ну или совсем почти не то, что звучит как-то иначе. Вот еще одна, Ты уже, по-моему, один разик ее где-то пела, Она такая, Ди птих, сначала птих без гитары, А потом птих с гитарой. Я еще не плыл под созвездием Южный крест, Не искал в океане голубого кита, И не пел землянику в других лесах, И не пил лимончеллу с видом на скалистые горы. Сижу на краю иудейской пустыни, Настраиваю гитару, А голубой кит плывет себе в океане, И не знает, что я еще не начинал его искать. Кто не спрятался, я не виноват. Сейчас начну. Я еще не искал в воде голубого кита, И не рвал смородину, не собирал грибы. А теперь меня ждет, смотри, настоящая та, Жизнь, которую я пережил бы, наверное, бы. Я ее перейти хочу, словно заново, Начинать, продолжать, танцевать под коленки твист, Потому что она и последняя самая, Потому что судьба открывает мне новый лист. Я его сорву, как прекрасный ночной цветок, Аромат вдохну на траву, упаду без сил. А потом, проезжая поездом на восток, И на запад тоже его я вообразил. Я начну лепетать сирень, и открою сирень, Улетать с сиреневых палевых лепестков, И от простофит дураков остальных разей. Засияет светон, ты помнишь, и был в таком. Я еще не искал в воде голубого китана. Сюда бы еще второй инструмент. У меня есть до этой жизни, Но, к сожалению, здесь возможно только в одиночку. Здесь замечательные, я уже молчу про Диму Киммельфельда, Которому я полжизни аккомпанировала, И про других хороших людей. Но, сейчас, Мишка, будешь искать запись. У тебя там второй и третий инструмент есть сзади. Я не про них. Я про клип, на котором мы вдвоем с Яником Горбузенко. Это мой товарищ. Причем, сначала он был ученик, Как многие из моих товарищей. Сначала бывает в виде учеников. И он пришел в детский иерусалимский клуб бардовской песни, Который звался «Киндер сюрприз». С легкой руки парадиста Жени Минина. Он сказал, что это у тебя тут «Киндер сюрприз», Когда ребята пошли выступать. И Яник уже тогда играл на мандолине. А потом он вырос и сам выучился играть на арабской лютне. И мы с ним вдвоем периодически выступаем. Вот он мой партнер. Найди, Мишка, пожалуйста. Там есть какая-то писенка, где мы с ним вдвоем. Уже не помню какая. Честно говоря. Какую нашла, я тебе такую и прислала для представления. Прислала или прислать тебе найти прямо сейчас? Спасибо, Игорь. Мишка, ты не молчи. Ты скажи, ты ее видишь или я ее не прислала? Так. Это проект 70? Да. Молодец. Окей. То есть это моя песня, но мы вдвоем вот. Миттельшпиль – это шахматный термин «Середина игры». А, я вообще не помню, что мы там поем. Сейчас выясним. Я, какого-то умерет. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Слышка нас. Слышка нас. Не случайно, Игорь, мы пришли к Иерусалину. По божественным из гримов на лесу. Срешится, страдав, не рассказ. И в шум звенькам, где сухо-груз. Новый день и новый год в день у нас. Дай, 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 дай. Дай, дай, с днём рождения. Дорогая страна, На планете у меня ты, ана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А еще мы построим дом, мы построим дом Будем ввить гнездо и скончание последних лет А когда придет, что подделать последний гром Мы взлетим легко, как весенний вечерний свет А варить обед и настроить быт будет так легко Как лепить чертоги из прошлого чердака Ну а хлеб и яблоки, виски и молоко Все такое есть, ты держись, вот моя рука Мы напишем сказку, какую предложат были Мы пройдем по вершнему саду, как дураки После шторма бывает нежнейший прекрасный штирь Когда море и небо и попали васильки А варить обед и настроить быт будет так легко Как лепить чертоги из прошлого чердака Ну а хлеб и яблоки, виски и молоко Все такое есть, ты держись, вот моя рука Все такое есть, ты держись, вот моя рука Вспомнила, чуть не забыла Значит, у меня есть одна книжка стихов В общем, у меня несколько книг прозы Я могу тут ими помахать в воздухе Как бы, да, вот они и есть Но мы далеко, поэтому что-то разнится Но, а книжка стихов пока вот была одна И вторая готовится уже год И по разным причинам она пока не выходит И пока мой товарищ и редактор Игорь Бельский Сделал мне файл Пететовский Короче, кто хочет книжку стихов Новую, она называется В зеленом облаке гуляли собаки Бросайте мне мейл с пометкой Книга стихов Можно сюда в чат, потом скопируем Или в личку на фейсбуке Хочу книгу стихов Вот так просто, хочу, это подарок Вот на нее-то мы и собираем деньги Ну не только на нее, да Еще на книжку, еще я потом расскажу Да, книжку я перевела в Сидиш На русский книгу сказаний А вот ты расскажи, как ты дошла до жизни такой? Которой? Ну вот, бордовской И учительской И учительской Я не знаю, это интересно вообще Да Ты знаешь, был когда-то флешмоб в фейсбуке Люди писали, чем они занимались всю жизнь У людей такие интересные были профессии Одна за другой, одна за другой Я как стала писать Мне говорят, преподаватель гитары Преподаватель гитары, преподаватель гитары Развитие голоса, театральная студия Преподаватель гитары, культурный организатор Преподаватель гитары Я начала преподавать гитару, когда я только закончила школу То есть это со мной Это судьба, понимаешь? При том, что ведь меня сначала учили играть на виолончели И я поступила Так, очень хочу, надо мейл написать Тонечка Тогда, да И, во-первых, меня приняли в школу при консерватории Мам сразу забрала Потому что нас было двое Родители были в разводе Она поняла, что как еще и жить отдельно Но меня все равно приняли в музыкальную школу И все равно на виолончели Я ее закончила семилетку за пять лет Я была такой вундеркиндер В музучилище на второй курсе Но у меня с молчилю роман закончился уже в музучилище А гитара попала вот в восемь лет вроде И я пошла к учителю, на курсы, закончила И когда я закончила в музучилище Я пошла преподавать на виолончели гитару Вот так получилось Ну, если на виолончели можно играть и так руками То на гитаре с мышком тяжело Дело не в этом У меня были, видимо, готовые пальцы Потому что на виолончели гораздо труднее прижимать Понимаешь? У меня мозоли были серьезные На гитаре я просто играла как... Это было само собой Хотя соло я стала последние годы Как учеников стала учить, сама стала продвигаться дальше Говорят, что люди, которые вообще играли на виолончели, на скрипте Они очень хорошо с гитарой потом Ну да, да Да, и что касается... То есть я абсолютно сумасшедший в этом смысле человек Вот я вам не могу показать... То есть встать, конечно, могу, но тут шеренга А все равно их не видно Несколько музыкальных инструментов Я каждый раз их пересчитываю Я каждый раз пересчитываю У меня другая цифра получается Каждый раз Ну, 8-9 Сколько ножей должно быть Где-то вот 8-9 Раз, два, три, четыре, пять, шесть Семь укулелей, восемь укулелей там вверху Балалайка в шкафу Тут еще пара на работе Еще одна у мамы в доме пристарела Да, а вот это вот, знакомьтесь, это лютня Но она не нормальная лютня Ну, насколько я понимаю, это гитарная лютня, да? Нет, это не гитарная Это новодел, конечно Ага, новодел Потому что вот то, что было на видео, там лютня была именно, насколько я понял То, что было на видео, это была арабская лютня Ага Она без ладов И, конечно, под влиянием Яника я себе завела вот этого зверя Но я хотела, чтобы он звучал, чтобы спеть можно было, а не только играть Потому что он был такой звонкий, красивый Меня там не стояло, не сидело, не прохаживалось То есть абсолютно сольный инструмент для музыканта А хотелось вот... Короче, я поставила на нее нерадные струны Я придумала совершенно другой строй И мы с ней стали постепенно находить друг друга А я вам попробую спеть Да, кстати, я по скайпу иногда преподаю гитару А только учеников не очень умею набирать И развитие голоса особенно Это я отвечаю в комментариях Вот послушайте Да, у меня уже развился Не слишком так она дребезжит? А? Вчера мы пробовали, вроде нормально было Потому что в зуме у нее, конечно, она не так звучит, как живет Ну что, попробовать все-таки с лютной, да? Да Значит, это самая иерусалимская песня моего здесь Это перевод Ивны Винярской с Иврита И я частично просто в этом переводе участвую Потому что у нас был проект Наоми Шемер русская версия Бардовская русская версия Но на людьми это немножко ближе к оригиналу, конечно Дыхание гор, пьянящий запах И сутен тихий сон Уходит ночь, приходит завтра Под колокольный звон Дремоте стал тиши деревьев Полуденного сна Раскинулся мой город древний Внутри стоит стена Мой золотой Иерусалим И светосотком синьей Я скрипка древнего Напево Я голос твой Сухие колодцы дно белее Исчез торговый люк Разрушен храм Иудеи молиться не идут А по холмам кочует ветер Его протяжен бой И в Ерехон никто не едет Дорогою крутой Мой золотой Иерусалим И светосотком синьей Я скрипка древнего Напево Я голос твой Мы воротились в древний город К ладуням плаща одели Шафар трубит Читаем флору Зовем домой детей Восходит солнце на просторе Под такой и звон Путем забытым едем к морю Дорогой берегу Мой золотой Иерусалим И светосотком синьей Аль ноль холь шиаи А не кино Кино Еще лет видеть я на ней буду хорошо играть Я в свое время слышал эту песню в исполнении Офрахазы Ну ее кто только не поет Ее и по-русски тоже Это перевод Это перевод Инны Винярской С моей посильной помощью И даже Игорь Бяльцкий в этом тоже участвовал Это была такая совместная Вообще Инна Винярская у меня наверное песен 12 где-то лежат Ну это такая отдельная Отдельная шляпа А можно попросить спеть одну песенку? Бабочку А я какую? Бабочку Два бабочку Два бабочку сейчас Слова надо искать Или попробую взять эту Вот так сходу ее спеть Сейчас После разбежавшихся весенних ночей Проступает лето Лето мне по плечу Проступает полдень Словно синий ручей По ручью за бабочкой Васаля куличу Руки раскрываются Ладонями вверх Мы разогреваемся Мы держим фасон Эта бабочка Прямую синий горсон Еще запользованный чак Ла-ра-ра-ра-ра-ра Ла-ра-ра-ра-ра Ла-ра-ра-ра-ра-ра Ла-ра-ра-ра-ра-ра-ра И воздастся каждому Поверь его И тому кто нет сказал И кто сказал да В общем разбегаемся Летим кто куда Начинай отсчет Считаю до одного Руки разлетаются Ладонями вверх Мы разбиваемся Мы держим фасон Улетает бабочка Приносит горсон Счет за ней Счет за ней Спасибо за заказ, Мишка. А теперь я все-таки должна сказать, что эта песня, она выглядит как просто песенка про любовь. Конечно, она не только про любовь, хотя и про нее тоже. Она посвящается, был такой поэт Миша Генделев, он ушел из этого мира несколько лет назад, и он стихи располагал, он их называл «Бабочка». Он по центру ставил, и стихи вот так размещались. Каждое сохранение было «Генделевская бабочка». Он потрясающий, необыкновенный поэт, и Мишу надо просто читать его стихи, цитировать. У меня было даже пару песен на его стихи, но это как бы песни-то песни, его слушать надо. Вот, и эта бабочка, и я много лет даже вслух стеснялась сказать, потому что он потрясающий поэт, а я тут девочка рифмой, в моих глазах. Он необыкновенный. Хотите, посмотрите, напишите в интернете Михаил Генделев и почитайте его стихи. Бабочка. Ну вот, я смотрю, какие у меня песни дальше. Можно не песни, можно поговорить про вторую книжку. Или вот стишочек хотите. Февраль гуляет по ночам, окно открыто, и сохнет во дворе разбитая корыта. Отчетливые времена, седые льдинки, коктейль, транзистор, имена, тень на пластинке. Куда ушли в отсвете лет индиго джинсы? Зачем я не люблю балет? Давайте брынзы. Пока гитарная струна холодновато, и неурочная весна идет куда-то. Течет неумолимый зной над головою. Мы продолжаемся листвой береговою. И море черное, и ягода калина. Но все пройдем. И все пройдет. Читайте Грина. А, и сразу такая тоже а-ля французская песенка. Вагончик едет до Монмартера, отогревая жизнь и суть. А те, кто не читали Сартера, пешком гуляют как-нибудь. На пляс педаль дают конфеты. Международное драже. А те, кто не читали Фета, те не прочтут его уже. Плывет кораблик по Тюэллери. 4-3, 4-3, 4-3-4. Это песенка про Фалари. И не говори. А знаешь, по Иерусалиму трамвай серебряный идет. Идут Израилю маслины. Идет или это как лыкот. Идут по Яфы, пили гримы. Не по Испании отнюдь. А те, кто не видали Рима, его увидят как-нибудь. Выдавут кораблик по Тюэллери. 4-3, 4-3-4. Это песенка про Фонари. И не говори. Мы на восход плывем, как будто по разным улочкам земли. И смотрим, как у Тамабудда. Как мы появимся вдали. Иисус поглядывает тоже. А с Ним на пару мы и сели. Мы держимся, помилуй Божия. Мы впереди планеты всей плывем. Кораблик по Тюэллери. 4-3, 4-3, 4-3, 4-3. Это песенка про Фонари. И не говори. Вы вот кораблик по Тюэллери. 4-3. Мишка, если можно, почитай комментарии. Я передохну чуть-чуть. А я хочу спеть одну песенку. О, кайф. Давай. О, сейчас. Миша пишет песни, но мои стихи мне это страшно. Я ее тоже только открою сначала. Ну, только трое. Сейчас. Кстати, маленькая рекламная пауза. У нас с Мишкой будет в четверг такое забавное выступление. В четверг на Харьковском зоне мы будем импровизировать в прямом эфире стихами и своими авторскими вещами по ассоциациям. Вот как мы это вчера делали вчетвером с ребятами на пробный шар. Так мы вдвоем будем что-то такое. И там еще потом митарный крыл. Ты сам себе восход и даже наводненье. Ты сумасброд и в раль. Переплывешь в февраль. Пойдут верблюды вдаль. А ты пойдешь обратно. Потом апрель и май. Ты сам себе трамвай. По Яфа и домой. Гуляя многократно. Ну а пока декабрь. Ну а пока темно. Где самовар и свет мы так давно продрогли. Когда скажи, когда весеннее кино? Кто прилетит в окно ли? Ступит на порог ли? Когда скажи, когда весеннее кино? Кто прилетит в окно ли? Кто прилетит в окно ли? Ступит на порог ли? Опять с утра штормит? Взлетая ж не в попад. Ты тот еще фрегат. Ты буря и заносы. А чайник барахли. А елки на расхват. И кто тут виноват? Что день такой курносый. А чайник барахли. А елки на расхват. И кто тут виноват? Что день такой курносый. Мне тут Тоня написал, что у нее инструментов больше. Не знаю, но я не все пересчитывала. Да. Может быть... Лесла сначала. Да, ладно. Укулеле тика, а потом. Естественно, говорю, укулеле и по бездорожью. Хотя я попробую сразу спеть по бездорожью. Вдруг потом забудется. Значит, это была песенка на стихи Александра Файнберга. Мы ее пели с Иркой Федоровой дуэтом. В общем, очень много песен на дуэту на трио. Прекрасный был поэт Саша Файнберг, ташкентский. По бездорожью через ночь кочу я. Ты с сердцем ни погоду не кляни. Не вечно жить и сквозь мглу начну. Еще он будет огонек в дали. Еще не раз в качье и безутешно. Тебе он даст и крышу, и тепло. Еще вернутся вера и надежда. Не может быть, чтоб вечно не везло. Но если огонек задуло ветром и окружил безвыходный простор, Есть напоследок выход самый верный. Остановись и заложи костер. Зажги костер, зажги на бездорожье. Стань для кого-то этим огоньком. Зажги костер, зажги на бездорожье. Стань для кого-то этим огоньком. Вот, по бездорожью. А, вот стих я забыла прочитать. У меня он написан. Ни разу еще не звучало. Пока не кончился июль, и месяц над дорогой. Пока не кончился июль, и солнце вовсю прыть. Пока не кончился июль, и тополя подмогой. Пока не кончился июль, я начинаю жить. Пока не кончился июль, и сень над городами. Пока не кончился июль, и море благодать. Пока не кончился июль, качая облаками. Пока не кончился июль, откроется тетрадь. Потом и осень, и дожди, зима, весна, рассветы, любовь, и жизнь и ассорти, и пыль, и таль, и тюль. Какие будут времена, как переходим лето, хоть и в огороде бузина, горит, горит июль. Вот надо было эту программу называть, пока не кончился июль. Ну, как бы, оделась шляпа, тоже ничего так. Так, вот, что-то я тут пропустила, а что-то не пропустила. Ну, вот одна из, да, таких концептуальных, я бы сказала, песенок, посвященная Игорю Бельскому. Несколько вещей он посвящен, другому, товарищу, прекрасному поэту и редактору Иерусалимского. Как говорил Юлий Ким, лучший в мире Иерусалимский журнал. Есть такой журнал. Кофейный блюз в Иерусалиме Кофейня пальмой, звон мобильных на переходе, Во двор направо ты одеваешься по погоде. Но воростат, как кипарисы, даже росы, На тему, кто ты, твои сомнения и вопросы. Ну, натурально ты, боги, царь и простой садовник, Плати налоги, люби семейство, сажай крыжовник. Смотри на небо, не забывай смотреть под ноги, Хотя убоги, но есть надежда, что мы, как боги, И зажигаем такое пламя, что ночь бледнеет. Смотри, меняет свои одежды небо над нею, А по субботам, когда звезда за собой помани, Задерни шторы, и лампа светится, как в тумане. Кофейня, пальмы, земля, песочница и качели, Весна начнется, как на картине у ботичелли, В стране, где вечно растут оливы, цветы и цены, Весна приходит в кофейной пене обыкновенно. Обычно спросят, ну что, дружище, сегодня как ты? Устал, наверное, от бесконечной осенней вахты, Тут и зима превратилась в осень, Февраль, ноябрьский, ты заварей Из кофейных зерен, напиток райский, Кофейной чашечке даже блюдце не помешает, И если ложечка пену нежно перемешает, Тогда забудешь, что усень ждет на твоем пороге, На красно-желтой, на бесконечной своей пироге, Пока играет вечерним светом, Луна в бокале, дорогой этой И красоту, вы не устареет Спасибо, я очень рада, я очень рада. Вот про любовь, песня, какая песня без баяна. То есть это эпиграф из песни, Которую, как выяснилось, написал Олега Нотли. Я живу на краю Иудейской пустыни, Поэтому тема песков у меня очень актуальна. Хотя эта пустыня совершенно не песчаная, Она цветущая, весной тут, Зеленая, цветная, потом летом выгорает, Это как степь. Называется это все Иудейской пустыня. Пески песка, я песка вздыхаю пьяно, Какая песня на водах и без баяна, Какая тайна подступает к изголовью. А как сказать, так и скажи, любви, любовью. Такие пяльцы у тоски для вышивания, Что розу белую легко бы на прощанье, Но роза красная в пустыне не сгорает, В пустыне светится твой голос, замирает. Что за аккорды у сегодняшних гармонии, Какой озноб мои предчувствуют ладони, И ветер молча пролетает вдоль сюжета, А ты стоишь и смотришь вдаль на все на это. А что пески, колючие кусты, жаркий полдень, Так сон полуношный на утро непригоден, Но роза красная приникнет к изголовью, И ты твердишь себя опять любви, любовью. Я с собой никак не разберусь. Это романс, это блюз или это еще что-нибудь? И каждый раз в каком-то другом темпо ритме. А вот совсем другая история Боссанова. Вообще тут обычно вид Гудкин играет на гитаре соло, Но представьте, что тут ажурно, красиво играет Вторая гитара, какие-то красивые сольные ноты. Мы говорим с тобой на разных языках, Как будто по-французски и по-итальянски, Хотя язык звучит такой родной, романский, Но как заносит нас с тобой на виражах. Мы говорим, как шелестят деревья и кусты, Почти молчим, и ветер падает в окно. Я глянусь, за три девять земель все тот же крик, Спустя века не вспоминается одно. Как мы стояли на сиреневом проспекте, Вокруг сигналили так сильно перебой. Таким путем, ну то есть вот в таком аспекте, Играл мелодию кларонет и леговой. А что теперь? Слепить творожную батрушку смотреть в окно И видеть у дороги каланчу Мы в подушку, что опять реветь в подушку Да ни за что, да никогда, да не хочу Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу А потом, когда я стала учить джаз, у меня учитель послал читать про все Это так люди делали джаз примерно с 30-х-40-х годов прошлого века Все делали все инструменты губами А у меня был спектакль в театральной школе «Джаз в стиле» И я там стала все инструменты делать губами Я думала, что я изобрела Америку Кроме меня это так не делал никто Как же, как же, этот велосипед мы изобрели Кстати, это одна из шляп, которые невозможно сегодня показать Я делала моноспектаклики с куклами и без, на иврите и по-русски Их немного, около 10 было Причем минут 15-20, полчаса Некоторые из них даже есть в интернете Но может когда-нибудь, потому что в зуме это играть совершенно невозможно Это надо найти какую-то запись, почистить минут на 15, показать людям Вот Но их всегда можно выставить на тамзу Да, а, вот еще одна история Значит, история такая Да, ты прав История такая Мы с подругой проводим раз в два года поэтический фестиваль «Дорога к храму» Год он идет в интернете Причем она художница, я тоже такой ненормальный творческий придурок И как-то нам это удавалось Потому что через год люди приезжали в Израиле Целую неделю мы еще ходили Выступали, и конкурс был И нам залы даже давали Но все это бесплатно, потому что мы все сами Себе спонсоры, люди прилетали за свои деньги Вот, пожалуйста, Мара Розензавт не даст соврать, она наш финалист и призер фестиваля «Дорога к храму» И Лия Чернякова Лауреат фестиваля «Дорога к храму» и не одна В этом году фестиваль был только в интернете, конечно, живем, все не состоялось И вот одно из стихотворений, которое я как раз собиралась показывать Хотя оно само появилось Само, потому что я Ну, потому что само Эпиграф из Александра Галича «Посвящение Михоилсу» Я не буду вам напоминать, как Погиб Михоилс Александр Галича есть потрясающая поэма, ему посвященная И оттуда две строки То есть поезд шел в Освенцию, чтобы вы понимали, о чем это говорит Эпиграф из Галича Ты слышишь, уходит поезд Сегодня и ежедневно Александр Галич, «Посвящение Михоилсу» Все дороги ведут в Рим Повтори, Брем Да описано все Даже то, что слова, хлам Все рассветы уйдут в ночь от любых схем Только поезд идет и идет и идет в храм В каждый день, как в утренний сон, заходи сам Даже если не знаешь, зачем и кому весть Понимаешь, и сон живет по своим часам Понимаешь, и небо, и жизнь, и любовь есть Все дороги ведут в дождь, иногда в снег А дожди и снега исчезают, смотри, прочь Но куда растворился, вот только звенел век Новый видишь другой сон, видишь день, ночь И тогда запоет соловей Почему нет? А куда теперь ведь нить, ожидать драм Пропадет, появится, что ты сказал, цвет Ну а поезд идет и идет и идет в храм Пропадет, появится, что ты сказал, цвет Ну а поезд идет и идет и идет в храм Вот такая песня Я много лет не курю Но крутится в голове фраза из прошлой жизни Музыканты просятся покурить Но это когда вы играете в ансамблике В паузу только напереку Мишенька, я тебя попрошу сейчас найти одну запись И поставить, я пока передохнула И потом рассказывать буду про идиш Там я пою перевод на идиш Песни Ирины Левензон И говорю там перевод тоже Но я не просто играю, я тут пела в разных зумах А там мне подыгрывает потрясающий музыкант Наум Шик В свое время Дима Кемельфельд изобрел прекрасную фразу Что мы тут в Израиле играем с шиком Потому что приезжает Наумчик, играет он на всем То есть там от гитары до каких-то клавишных До флеточки И он импровизирует И можно ему заранее прислать песню Он подготовит, но он может сделать Со мной ему часто приходилось просто в прямом эфире И как в этом случае, по-моему, тоже и было Там песня Осень Песня осень Это очень известная песня Примерно Прошлого века Текст там был такой Я просто первый куплет Осень она не спросит Осень она придет Осень немым вопросом в синих глазах замрет Осень дождями ляжет Листьями заметет По опустевшим пляжам Медленно побредет Осень она придет Нитфраген Кумен ветер алей Штум ветер Штейт анткеген Кукнавдир Нитгейн Весту парштейн Он кашес Возже зайн регн Мэйт Ибер ди пусте пляжес Фир дих Их бэйдэвэйн Субтитры пляжес Их бэйдэвэйн Кукнавдир Весту дэр зэн инстээген Ви бэйт сэгн Ви бэйт сэгдан дэцэгн О бэр шэнт кунтэрэгн Унс истер зон шэн вай Осень шпатзирт паамэн Осень дох эйлтсих нит Вайд эр эсэнт амэйлэх Эр ау дэблэтэр блэйт Субтитры паамэн Субтитры паамэн Субтитры паамэн Нитгээн Фум алэгээлэблэтэр Изэс гэвэрмкат Кройверт Дэр блояр ветэр Филст нит Ви бэрс тум паут Спасибо Тут необходимы комментарии Во-первых, это фестиваль, который проводит наш товарищ Марк Павис Раз в год обязательно проводит Фестиваль посвящается нашему товарищу Яше Когану, которого не стало уже несколько лет как И фестиваль называется Яшенко И там сзади меня огромный задник Это портрет Яши Он писал замечательные совершенно песни Многие поют, даже не зная, что он автор этой песни Помните, желаю вам счастливого пути Мои друзья, моя надежда, вера Без сожалений открываю двери И у Абдулов пел даже на каком-то голубном Да, я был из Бакинского клуба авторской песни В свое время И из израильского, соответственно Да С ним дружил очень мой хороший знакомый Володя Радимов Может быть, знаешь такого? Да, да, конечно, конечно Он был президентом Магуратинского клуба И они необычайные И всегда у них совершенно разные концепции Когда-то он назывался перформанс шаг в сторону Вот, но, конечно, как вы понимаете Идиш у нас знают все Да, оглянитесь направо Оглянитесь налево Все как один понимают эти слова И мне было как-то грустно И я не очень понимала, зачем Ну просто я не могла не взорваться Идиш это моя любовь И мне хочется этой любовью делиться Даже если люди его не понимают Но когда я спустилась в зал Ко мне подошел Эли Барьялом И сказал Возле отца И стали трепаться на Идиш Ребята, вокруг нас собралась небольшая толпа Но Эли вообще гений Он в три года попал в Израиль Он пишет стихи Он выступающий в баре Он пишет по-русски На иврите И, по-моему, даже по-французски А то, что он еще и Идиш знает Это был для меня, конечно Такой шикарный подарок Значит, теперь по Володу Идиша Значит, это какая-то Многие годы была какая-то боль Такая неизбывная Вообще, у меня был дедушка в детстве У меня бабушка с дедушкой Некоторое время растили на Идиш, как я потом поняла А потом деда выпинули Со всеми иностранными специалистами из страны Когда мне было совсем немного лет И, видимо, во мне вот Ну, по многим разным другим причинам Но мама не говорила на Идиша А бабушка говорила это французский В общем, как-то не сложилось Но несколько лет назад Дима Кимельфеев сказал А хочешь, поехали? Песенки же мы все равно учили на Идиша Поехали там куда-нибудь попоем на Идиш Там для организатора курсы И вообще, давай ты откроешь в Фейсбуке Группу любителей Идиша Я взяла и открыла И сбежалась куча таких любящих Но многие из них не знали А некоторые знали И пришел человек, который сказал А если хотите я вас буду учить То есть он берет какое-то количество денег небольших Я его живем никогда не видела Хотя он живет в Израиле И он меня и многих людей И учит по скайпу Идишу Короче говоря, кончилось с тем, что мало то Что я пою песни в моем переводе на Идиш Под его редакцией Шлом Агроман его зовут Я книгу перевела с Идиша на русский То есть песня почему-то туда, а книга наоборот сюда Тут такая история Про эту книгу Вот она тоже ждет своего издания Про нее, значит, история такая Ее знают все огромные культуры мира Потому что она переведена на языки мира Кроме российской, кроме русской культуры Ну почему, сами понимаете Почему так сложилось Потому что, значит, это Примерно 400 лет назад Вот как в Габрово люди шутили, да Так шутили люди в Польше В городке, в местечке Холм На Идиш Хеллом Было такое маленькое местечко Они шутили Они шутили над собой Они шутили над священными книгами Они шутили над манерой евреев Думать свои абсурдные мысли И во все вплетать комментарии из Талмуда И из пяти книжек Они потрясающе шутили Эти майсы рассказывали бабушке, внукам Дедушке, внучкам, внукам, своим сыновьям Как выяснилось поэту Игорю Бельскому И его папа эти сказки на Идиш рассказывал в детстве Вот тут я позавидовала Он ему еще Шолом Алейхима читал на Идиш Это же вообще офигеть Это же представить только Вот В Израиле это знают все Это как бы Как это сказать Общее место, да Кто же не знает Холмских пудрецов Все знают Дети знают, взрослые Они не входят в школную программу Их просто и так знают Переведен на французский, на английский Потому что это абсурдный юмор Единственный в своем роде Значит перевод на русский был Совсем не было Но это была книжка Дед Гиз 61-го года Читать ей очень трудно Она никакая В общем, когда я поступила в центральную школу И я как-то В общем, мне крышу снесло На теме этих холомских мудрецов Я сначала что-то нашла У Шолом Алейхима Потом я через перевод на иврит Я переводила на русский И рассказывала, что летел ангел Которому Господь поручил засеять землю умниками И мудрецами Дал ему два мешка И он летел и разбрасывал землю души горстями Горсть над Францией И там начнут жарить лягушек на медленном огне И изобретут авангард Горсть над Америкой И там появится доктор Спок и демократия Над пингвинами Над хурилами И вот он видел Польшу А в Польше гору Красоты необычайные Он летел и не мог оторвать глаз от этой горы Он врезался лбом в эту гору Выронил мешок самыми умными душами Которые просыпались благодатным дождем Выросли Построили чудно милый город Хеллом Который сидит у нас в крови И не переставая поет Как вы понимаете, это была не просто импровизация на ровном месте Это был спектакль, который сначала был на иврите Я закончила школу спектаклем Который вырастал еще в восстание в гетто Про который мне рассказал мой товарищ У него дед остался жив А все его братья погибли Они были музыканты Они во время восстания в гетто играли джаз Вот такой у них был идиш Вот такая импровизация была И я это играла сначала на идиш Потом перевела на иврите Потом перевела на русский И даже разыграла в Польше А потом все это уже вернулось на руки своя На русский язык Но потом, когда я наконец поняла Я сказала, что время идет И я потом буду себе локти кусать Не выграюсь Что я таки не выучила идиш И я таки не делала ничего И что, вот так и все на этом Вот, и я стала Сначала я перевод просила каких-то бабушек, дедушек Я нашла словарь Потом меня Шлома стала учить И я эти же рассказы стала переводить С аутентичного, настоящего текста Я нашла две книги на идиш Вот эти самые филомские майсы Они есть в интернете Они там лежат Их записали примерно в сороковые Пятьдесятые годы Это издание И Польша, и Америка Это сделали И молодцы, и спасибо этим ребятам Этим рассказчикам Они записали Почти одними и теми же словами И вот этот рассказик про ангела Вот теперь я вам начало прочитаю Чтобы вы увидели разницу Хотя, конечно, поэт и редактор Гальский сказал, чтобы не позволяла И все-таки Был не дословный перевод А чтобы интонация Марины Миламед и прозы Человека, пишущего прозу Вот это вот Проступило Но все-таки это перевод Хоть и вольный Есть просьба небольшая Почтаешься? 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 Рассказ Мишенька, что ж ты перебиваешь так? Спасибо тех А это кажется очень правильно Но очень не вовремо Вот прям сейчас Делаю паузу Можешь рассказать про сказки? Ну ты делал как раз Я как раз нашел Молодец Но теперь я скажу не за что И я прочитаю все-таки про Хэллом То, что я вам только что, махая руками, рассказывала Да? Что там оказалось на самом деле? Точно переводится лишь Как Хэллом Это самая первая байка Из всей этой достаточно большой книжки Как Да Первый рассказ абсурдный Все остальные Как будто реальные Только эти странные евреи хэлломские Реагируют на них так Как будто они герои сказки И поэтому Ну все Кто потом захочет прочитать мою книжку Мне об этом сказали Как Хэллом стал самым умным городом в мире? Все началось с того Что шесть дней творения Слава Богу прошли Наступила суббота То есть Пришел черед мира духовного Где безмятежно существуют души На постоянной основе Без необходимости Зарабатывать на хлеб насущные И вот прямо оттуда Выбрал Всевышний Души Всего три мешка Их оказалось три А не два Чтобы на первое время Хватило миру физическому Ну так Для общего развития В одном мешке Оказались Голли Нероним Сплошные дураки В другом Исключительно умные души Хохомим А в самом Маленьком мешочке Рашидом Бисером Самые наимудрейшие Мудрецы в мире Потому что дураки и умники Всегда и везде необходимы В любых количествах А вот из маленького мешочка Надо присыпать Как тончайшую приправу Самую капелюшечку Когда приступят К созданию на земле Города мудрецов И вот назначил Всевышний порученца Велел ему лететь Засеивать души Согласно утвержденному плану И дальше идет вся эта сказка Как он летел Конечно он не врезался Ни в какую гору А там просто рос Гигантский дуб Напоминающий Сибирскую ель Все знали Что это именно дуб И кто мы такие Чтобы спорить С этим знанием Все Я прекращаю дозволенные речи Потому что Это моя любовь В общем Ребята Если судьба тебе позволяет Делать то что ты любишь Это счастье Китары доедешь В рассказочке Давай сейчас какую нибудь песню все таки Да? Или запись Да Кстати Лев Милчин пишет Холмские мудрецы А все адресы Неоднократно издавались в СССР Да Сейчас расскажу про Овси Адриза Овси Адриза Овси Адриза Автор Поэт Которому в детстве Бабушка или дедушка Папа или мама Рассказывали про холмских мудрецов И Овси Адриза Как абсолютно гениальный поэт Написал несколько стихов Несколько Овси Адриза Есть несколько книг поэтических Они лежат в интернете По счастью У меня даже есть песни Стихи не холмские Он совершенно необыкновенный Вот Он написал Несколько стихов Которые холмские Но не дословно Потому что это стихи Стихи не могут Дословно передавать Да У него там немножко свое Потом пришел Генрих Сабгир Который перевел это дело На русский язык Отличительно более вольно Чем я переводила сейчас прозу Он тоже прекрасный поэт Но это совершенно другая история Вы все знаете песню Зеленая карета Суханова Да Нет такого человека Который бы ее не знал Там стихи Генриха Сабгира Про то Что зеленая карета Песня Вот часто Игорь Белый Который тоже знает Идиши Об этом рассказывает вслух И поет свой вариант На эти стихи Овсея Адриза Рассказывают Что это дело не в карете А это зеленые портняшки Ткут весну И там внутренние истории Совершенно другая И это пайд Совершенно другой Иной породы Чем Генрих Сабгир Я могу вам показать статьи И кому интересно прислать Или поставить где-нибудь Потому что это Овсейдрис А не народный хелмский фольклор Который я вам сейчас читала Просто чтобы вы понимали То есть то что я сейчас читала Этому 400 лет было на Идиш 100 лет в обед 400 лет в обед В ужин Завтрак Вот он необыкновенный поэт Овсейдрис Овсейдрис Слава богу что он у нас был Да Петр Диджитайзер пишет Классно Елена Касьянова пишет Ариэла И Михаил спасибо За доставленное удовольствие Ваши концерты Отдушены В наше непростое время Да Вообще мы уже два часа пашем Я не знаю как меня народ терпит Я думаю что надо закругляться постепенно Я все самое главное сделала Я могу сделать сейчас такую вещь Хотя Ларка Смирнова не пришла Значит есть у меня еще такая хулиганская история Я перевожу вольным способом некоторые песни с разных языков Или пишу просто свой текст как в данном случае Потому что это был поэтический фестиваль «Имгранская лира» И мне там надо было И там был конкурс На котором в итоге мне удалось даже победить Слэм Это А вы будете выпивать хорошо С закрытыми микрофонами по-испански Все будете петь по-испански, Сереж? Будешь петь по-испански? Три слова Три слова Три слова Три слова Без самимуча Ну Ти знал Так Без самимуча альтернативное Без самимуча Знала я матчей круче, но он был не ты Слишком был мачу дремучий И регулярно подучи с любой высоты Разные люди встрепались под окнами Ночью часа в два и в три В Льеже, в Париже, в Брюсселе И в окнами я вся молчала внутри Поем Без самимуча Без самимуча Мачу я А благо звучу Чтобы не звал меня больше ни разу в кусты Выучу Без самимуча Чтобы у тебя были мысли и чувства чисты Дрыхнешь на дереве, скачешь по прелии и слушаешь чей-то галдёж Ты не участвуешь в этой мистерии, только тихонько поешь Два, три, четыре Без самимуча Без самимуча Я пишу слева направо Справа налево я тоже пишу иногда Без самимуча 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 Я не показывала клип. Так, а подтанцовка? Да, еще подтанцовка. Ты не пой, ты ходи туда, ходи сюда. Потом у нас еще есть дуэт администрация, но Сара Вэлла пока в прямой эфир не выходит. Вот зум наладит, и еще в этом где-нибудь. Наташа Гринбаум пишет. Спасибо еще раз за концерт, подбросила в шляпу. Кстати, напоминаю, что... Спасибо, Наташа. У нас есть шляпа. Причем не одна, а целых 11. Я бы, конечно, не отважилась, но когда сидишь на безработице, а при этом тебе мало того, что жить еще и хочет... Нет, я частично хожу на работу. При этом тебя еще творческие проекты распирают. И одна книжка написана, вторая еще не отформатирована. То как-то вот так вот, как-то да. Как-то вот. Ну что, мы все спели. Мы можем спеть что-нибудь колыбельное такое спя. Да, например, Дим Тамза. Да мы уже спели его сегодня. А можно еще раз? Да? Много не бывает. Тогда я брошу слова, чтобы народ нормально смог подпевать. Да, будет еще. В повторении мать учения все выучат слова заодно. И наконец-то запомним, что Тамза запомнился очень просто. Это Тамза, Седьмой Горой. Тамза. О, нашла. Перевол. Нет, просто вариант штук восемь. Благодаря тому, что народ дописывал, переписывал. Я еле сохранила себе очищенный. Фонетически прозрачный вариант. Вот он. Это вы держите. Этот гимн действительно... Повторяю, что кто захочет книжку стихов, напишите в чат ваш мейл или напишите ваш мейл в комментариях к прямому эфиру или просто мне в личку. Я вам пришлю в PDF книжку стихов. Кстати, книжку сказок я уже рассылала после нашего смешка эфира. Если кто забыл и опять хочет, или по второму разу хочет, напишите. А вот хелмская книжка пока не сделана. Ее еще... А еще хочу сказать, что у нас в следующую субботу концерта вот такого приглашенных гостей не будет. Потому что у нас будет фестиваль Медвест. Да, кстати, мы всем Байконурам, наверное, там будем, я надеюсь. Вы такие спросили, Байконур там ничего как бы, да? Это тоже наш проект. Я очень благодарна Саше Носкову. Мало того, что он меня изумительно объявил, он мне еще в воскресенье сказал по поводу того, что ты где-то бриллиантом лежал вот так вот на дороге. Я его подобрала, почистила, да, гранила. Вот. И я надеюсь, что мы будем продолжать. Да. Вы ведете на порядке. Кто живой? Сделайте ручкой, кто придет. Если у вас раз на Байконур. Не, на самом деле, вот по поводу слета, там уже есть программа, я не уверен, что там наши Байконурам есть. В программе, Байконур в программе уже... А, уже все в слет, тогда, конечно, без проблем, господи. Сразу после вечерних концертов плавно перепойдет в байке. У меня как раз жена уезжает, так что я могу наследить все три дня. Там будет Байконур, а потом арт-перекресток, который мы слеем. Так что все в программе. Окей, значит, ля-минор у нас, товарищи, три аккорда. Запоминаем мотив. И поем. Там за поворотом светится огно, там за старым фильмом новое кино. Там за седьмой горой, там за ночной порой, там за рекой света мы поем с тобой. Там за субботой воскресенье идет, там за нотой нота зазвучит восход. Там за человеком виден человек, там за годом годы, так за веком век. Там за седьмой горой, там за ночной порой, там за рекой света мы поем с тобой. Там за границей мира больше нет границ, там за звенящей лирой море милых лиц. Там за словами писем все горит любой, там за горой мир тесен и оживает в ноль. Там за седьмой горой, там за ночной порой, там за рекой света мы поем с тобой. Там за седьмой горой, там за ночной порой, там за рекой света мы поем с тобой. Там за мечтой мчится песня в облаках, Там распахнёт граница лёгкая строка. Там зажигают звёзды над костром куплет, Там за дорогой скоро новый взойдёт рассвет. Там за седьмой горой, там за ночной порой, Там за рекой света мы поём с тобой. Там за седьмой горой, там за ночной порой, Там за рекой света мы поём с тобой. Спасибо, ребята. Всех люблю, обнимаю, закрываю эфир. Спасибо огромное, Ариэла. Саша. Да, спасибо, Ариэла. Спасибо, Марина. Замечательный концерт, замечательное начало выходных. Огромное спасибо. Но количество комментариев благоданных говорят сами за себя. Если мы начнём их все перечитывать, это будет ещё два часа. Поэтому мы не будем. Я напоминаю, что... Я почитаю, я всё почитаю. Вы присутствовали на традиционном субботнем концерте клуба авторской песни Тамза. Пожалуйста, подписывайтесь на наши страницы в интернете, на фейсбуке. Заходите на наш сайт, подписывайтесь на нашу рассылку. И до встречи на Тамза.